Александр Фролов в 6 лет хотел заниматься волейболом, но отправившись записываться на секцию, остановился у стола для тенниса. И эта остановка стала судьбоносной. Вот уже 20 лет молодой человек не расстается с ракеткой и мячиком. И даже в Одинцово из Чебоксар приехал специально на соревнования Rocket Fest. Соревнования вообще великолепные, уровень очень высокий, сама организация очень высокая, столы шикарные, судьи хорошие, то есть вообще все очень здорово и грамотно. Крупнейший любительский турнир в волейбольном центре открыл праздничную программу областного дня физкультурника в Одинцово. Побороться за звание сильнейшего приехали более 120 спортсменов из 32 регионов страны. Среди почетных гостей помощник президента России Игорь Левитин по совместительству поклонник настольного тенниса. Я очень благодарен Московской области, министру спорта. Они предложили нам это сделать традиционный праздник такой. Победители любительского настольного тенниса со всей страны проводить здесь уже финальные турниры. Игорь Левитин и сам примет участие в турнире, но сперва официальная часть праздника – экскурсия по обновленному центру города Одинцово, где, кажется, на самом деле яблоку негде упасть. На аллее вдоль стадиона играют баскетболисты. Турнир «Оранжевый мяч» собрал 233 команды из 42 муниципальных образований Московской области. Уровень подготовки, естественно, значительно разный. Здесь есть игроки, представляющие молодежные сборные страны, которые недавно участвовали в первенстве Европы среди молодежных команд, как и просто ребята, которые занимаются этим на улицах. Поэтому уровень подготовки довольно-таки разный, темы хорошие, что могут играть все. Иван Кочкин из Одинцова отдал свое предпочтение BMX еще 19 лет назад. На дне физкультурника молодой человек протестировал новые экстрим-площадки. Остался доволен. То, что ее убрали с части, где обычно проходили люди, гуляли, вот. То, что здесь нам выделили отдельную площадку для этого, сейчас ее облагоустраивают и, я думаю, сделают заборчик. Вот. Покрытие хорошее, уже не скользкое. Ну и приятно все же, что развивается город наш. Те, кому экстрим не по душе, могли попробовать свои силы в панно-футболе. Это относительно новый вид спорта, в котором прокинуть мяч между ног соперника важнее, чем забить гол. Играть лучше всего один на один. Футбол один на один – это разновидность уличного футбола. Главная цель игры – прокинуть сопернику мяч между ног. Соответственно, вы сразу выигрываете. Либо можно выиграть по голам. Игра длится три минуты. Кстати, на обновленной центральной площади Одинцова уже установили две площадки для панно-футбола. И это не единственный сюрприз для горожан. Совсем скоро начнется реконструкция стадиона. Там появится поле с подогревом и легкоатлетический сектор. Мы как раз добавляем четыре беговые дорожки. Мы делаем песочную яму для прыжков. Мы делаем отдельную площадку для норм ГТО. И многофункциональная площадка для уличных видов спорта. Одинцово является одним из центров Московской области по подготовке спортивного резерва. Здесь развивается и фигурное катание, и хоккей, художественная гимнастика, футбол, лыжные гонки. Огромное количество видов спорта, где ребята изо дня в день своим трудом приносят награды не только Московской области, но и Российской Федерации. Мария Шершова и Екатерина Тищенко готовы поспорить с тем, что в хоккей играют настоящие мужчины. Девушки уже около шести лет занимаются этим видом спорта. До дни физкультурника под их чутким руководством любой желающий мог попытаться забить шайбу ворота. Оказалось, что это не так-то просто. Вместе с клюшкой нужно ее сопроводить и бросить в ворота, направляя. А шайбу надо перебирать с пятки? С пятки на мысочек, вот так. Она должна, поставьте, она должна вот так идти, 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 идти и вот тут броситься. День физкультурника пройдет, а спортивные площадки в городе останутся. Как показывает практика, пустовать они не будут. В своем послании президент дал поручение к 2024 году приобщить к занятиям физической культурой 55% россиян. В Одинцовском районе есть все, чтобы выполнить его раньше срока. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.